Я всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня на видео обзоре солярогаз или горелка инфракрасного излучения. Вот так вот выглядит она. Может быть у каждого из вас она есть. Такие вот характеристики. Вот так вот она выглядит. Но если без света, то выглядит она вот так вот. Она ставится на подставочку, сюда вкручивается шланг, здесь идет газ и заходит на вот эту керамическую поверхность. Здесь идет газовый баллон с редуктором. Ну и вот и можем почитать назначение ее. Кому интересно можете поставить на паузу и почитать. Сейчас на улице минус два. Стою на улице, на террасе и в принципе ее работой доволен. На мне налобный фонарик, поэтому прошу прощения за тень, оставляемую от моего телефона. Данная горелка инфракрасная предназначена для обогрева помещений. Открытого типа. Помещение должно быть снабжено форточкой, как вот тут написано в рекомендациях по эксплуатации. При применении горелки вне помещения она должна быть защищена от ветра и попадания на нее атмосферных осадков. Внимание! Пламя горелки гаснет при скорости ветра выше одного метра в секунду. Помещение, где работает горелка, должно быть оснащено огнетушителем. Горелку следует содержать в чистоте, не допуская загрязнения излучающей поверхности. Помещение, в котором устанавливается горелка, должно быть оборудована форточкой, которая при работе горелки должна быть немного открыта, так как горелка сжигает кислород воздуха. При работе горелки необходимо через 2 часа проветрить помещение в течение 5-10 минут при широко открытой форточке. Горелка должна крепиться на несгораемой поверхности не более 2,2 метра от пола и на расстоянии не менее 1 метра от ограждающих конструкций. Или из горючих и трудногорючих материалов открытая электропроводка должна находиться на расстоянии не менее 1 метра от горелки. Излучатель необходимо оберегать от влаги, ударов и повреждений. Запрещается подключение горелки без стандартного редуктора типа РСДГ-1.1.2 с выходным давлением 3000 паскалей. Работа горелки с поврежденным керамическим излучателем, разжигать горелку при обнаружении запаха газа также запрещено. Ну и также когда мы поджигаем ее, то подносим зажигалку вот сюда. Не сюда, а сюда. Давайте покажу как она работает в кранемешной тьме. Но тепло от нее идет хорошее. Я всех благодарю за просмотр. Надеюсь моя информация была немножко для вас полезна. Спасибо огромное.